МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. С ростом подведены итоги социально-экономического развития региона за первые месяцы Нового года. Открытый урок. В Республике стартовали городские и районные этапы конкурса «Учитель года». Неделя активного отдыха чебоксарским школьникам предлагают провести каникулы с пользой. Объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, жилищного строительства, розничного товарооборота в Чувашии планомерно растут. При этом инфляция остается на уровне среднероссийского показателя. Об этих и других результатах социально-экономического развития Республики за два месяца этого года говорили сегодня на еженедельном совещании правительства. Индекс промышленного производства по итогам двух месяцев составил более 108%, а объем отгруженной продукции – почти 28 миллиардов рублей. Причем значительный рост отмечен в электротехнической отрасли. Здесь темп роста под виду делится электротехническое оборудование – 11%, почти 12%. Электронно-оптическое – это 178%. Здесь нам дали ощутимый вклад. Это посадка кабеля и Чуваш кабель увеличили объем производства. Хевилл показал хорошую динамику, в том числе за счет отпуска своей продукции в адрес Оренбургских солнечных электростанций. Это РЖД увеличили объем потребления у Элары, Транснефть у ИЗВ, Роснефть у Чебоксарского электромеханического завода. Новый авиационный прибор выпустил завод Электроприбор и ряд других направлений. Между тем в Чувашии продолжают открываться новые производства. На днях на Химпроме запустили производство гипохлорита кальция. А в индустриальном парке города Чебоксары заработал новый корпус – НПО «Каскад». Также в 2018 году у нас планируется в июне – это на территории Маргаусского района Сейспель. В августе месяце планируется открытие в том же индустриальном парке «Турбокоминвест». Это компания, которая будет заниматься производством турбокомпрессоров для грузовой и сельскохозяйственной техники. Кроме всего, планируется открытие на Чуваш-туртехнике очередного корпуса для производства продуктов в рамках ГОЗа. Тепличный комплекс на Чебоксарске. Об исполнении республиканского бюджета за два месяца 2018 года доложила министр финансов Чуваши Светлана Янилина. По состоянию на 1 марта бюджет республики по доходам исполнен в объеме более 6 миллиардов рублей. В целом доходы выросли на 15%. Как вы видите на слайде, собственные доходы составили 94% на отчет к уровню прошлого года. Расходы составили 5,8 миллиардов рублей. Большая часть расходов на социально-культурную сферу и на реальный сектор экономики тоже расходы составили 84% от общего объема расходов. Глава Чуваши отметил, что в части пополнения доходной части республиканского бюджета необходимо продолжить работу по борьбе с теневой занятостью. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Глава Чуваши Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. В Нижнем Новгороде Михаил Бабич, глава регионов ПФО, руководитель окружных территориальных органов, общественных организаций, обсудили развитие рынка жилищного строительства в регионах округа. Сейчас в Чувашии в строительной сфере зарегистрировано более трех тысяч организаций. Только за два прошедших месяца этого года было построено уже свыше 550 квартир. Увеличились и темпы ввода индивидуального жилья. Президент России Владимир Путин перед нами поставил задачу в полтора раза увеличить объемы строительства жилья. Цифры вы слышали, я напомню. Если по факту прошлого года 80 миллионов квадратных метров жилья, в перспективе предстоящих 6 лет мы должны вести по Российской Федерации 120 миллионов квадратных метров и должны получить жилье нуждающееся. У нас, с одной стороны, как бы динамика по строительству многоквартирных жилых домов, она неплохая, но строительство недальних жилых домов у нас по прошлому году на ровне 27%. Мы должны, конечно, больше строить жилье эконом-класса. По-новому оно называется стандартное жилье. Касаясь наших государственных программ, они все в работе, участвовал на совещании министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Александрович Мель. Там они дополнительные сейчас предложения подготовили. Мы тоже давали свои предложения для того, чтобы, по крайней мере, еще наиболее благоприятную среду создавать для строительных организаций, для предпринимателей. Кроме того, на совете говорили, насколько эффективно проходит капитальный ремонт. Зашла речь и о программе переселения из аварийного жилья. Она продолжит свое существование. Но в каких законодательных регламентах, пока не ясно. Механизмы реализации еще обсуждаются. Киоски, павильоны, ларьки или нестационарные торговые объекты. О том, как они должны функционировать, какие ниши занимать, говорили на утреннем совещании в столичной администрации. Согласно схеме размещения НТО на территории Чебоксар предусмотрено 508 мест. Сейчас киосками и павильонами занято чуть более половины. Их количество планируют увеличить. По 21 объекту проводится работа по подготовке аукционной документации, ориентировочный срок объявления аукциона до 28 марта 2018 года. По 4 объектам проводится работа по оценке рыночной стоимости ежегодной платы за право размещения нестационарного торгового объекта. Готовят заявки на проведение аукциона еще 46 точек. Это объекты мобильной торговли и объекты по продаже сувенирной продукции. Глава города Евгений Кадышев подчеркнул, сезонная торговля востребована туристами, а киоски и павильоны своего рода лицу города. Хотелось бы, чтобы они имели очень приличный вид, достойный вид нашего города. И во-вторых, чтобы мы не затягивали сроки, которые нас всегда не обвиняют в том, что мы слишком поздно даем разрешительные документы, им нет времени для того, чтобы сильно хорошо поработать у нас в городе. Активно высвобождают земельные участки, занятые киосками и павильонами, чей срок аренды подошел к концу. В этом списке 223 объекта, 33 из них уже снесены и земля передана городу. По остальным ведется работа. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. До начала лета осталось чуть больше двух месяцев, и многие родители уже задумываются об отдыхе своих детей во время каникул. На днях у них была возможность познакомиться с работой загородных лагерей лично. Дети, родители и педагоги, вожатые и представители власти собрались вместе во Дворце детского творчества в Чебоксарах. Там впервые прошел республиканский форум организаторов детского отдыха Чувашской Республики. Более 100 тысяч детей в этом году будут отдыхать в загородных спортивных пришкольных лагерях Чувашии. Запись проводится в четыре этапа. Первые заявления начнут принимать 31 марта. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и тех, кто стоит на учете в социально-реабилитационных центрах. Мы за последние годы, ежегодно, несмотря на сложности, не снижаем бюджетные финансирования. Это, во-первых. Во-вторых, путевки продаются чаще на возмездной основе. Это тоже для нас значимо. Для многодетных семей, малобеспеченных семей, в тех семьях, где на самом деле есть соответствующие проблемы, субсидируем стоимость путевки. Минимальные практически родители платят 5%. Есть другие ставки. В организациях отдыха и оздоровления детей самое важное – обеспечение безопасности общественного порядка, подчеркнул глава Чувашии. В республике практически при каждом загородном лагере есть свои педагогические отряды, в которых состоят и учителя с большим опытом, и молодые студенты. На форуме организаторов детского отдыха коллективы развернули творческие площадки, где презентовали свою работу. А какие у нас экскурсии? Святой источник, заповедник. Я планиплистас, прохожу им тут волосы. Все это очень здорово. Созвездие – это четырлетние смены. Каждая из них повторима и уникальна. По итогам прошлого года наградили организаторов лучшего оздоровительного отдыха. Дипломы получили и победители детского конкурса рисунков на лучшую эмблему «Детский отдых в Чувашии». Я участвовала в конкурсе на лучшую эмблему «Детский отдых в Чувашии». На своем рисунке я изобразила воду, так как в Чувашии есть река Волга. Детский отдыхает ветку дерева, так как в Чувашии много лесов и вожатые с детьми. Я только отдыхала в пришкольном лагере, но в дальнейшем хочу побывать в других лагерях, чтобы узнать больше нового и подружиться с разными другими детьми. Если дети в лагерь едут просто отдохнуть после учебного года, то для родителей все-таки важно, чтобы каникулы были полезными и познавательными. У Светланы Щербаковой подрастают два сына, которые отдыхают в загородных лагерях семи лет. Конечно, мы отправляем детей, чтобы они не просто отдыхали, а чтобы они чему-то научились. Я приветствую сама как родитель в те лагеря, где проводится профильная смена, где дети чем-то занимаются, изучают английский язык, например, рисуют, танцуют. Как раз проведение большого количества профильных смен – особенность летней оздоровительной кампании этого года. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. А сейчас столичных школьников ждет неделя активного отдыха. Пришкольные лагеря, музеи, спортивные залы и бассейны. Выбор разнообразный. В художественных и музыкальных школах проходят мастер-классы. Продолжается проект «Живые уроки». С пользой для ума можно отдохнуть в Кванториуме. Здесь стартовал образовательный интенсив «Город будущего». Школьников готовы принять и столичные вузы. В Чуварском государственном университете имени Ульянова открылись весенние школы для детей с 1 по 11 класса. Учащимся в 8-9 классах Чебоксарский кооперативный институт предлагает проект «Суббота в кооперативном». А Чуварский государственный педагогический университет имени Яковлева приглашает посетить каникулярную школу по подготовке к ЕГЭ. Ожидается, что эти мероприятия посетят около 50 тысяч школьников. Весенние каникулы продлятся до 1 апреля. Школу в микрорайоне «Волжский-3» в Чебоксарах планируют достроить летом 2019 года. Однако директора для нее определили уже сейчас. Конкурс на эту должность провели в столичной администрации. Заявки на участие в конкурсе подали два человека. Это Елизавета Долгова. Сейчас она является заместителем директора по научно-методической работе и инновационной деятельности Чебоксарской школы номер 6 имени Чапаева и Инесса Исаева, директор гимназии номер 5. Она отметила, что видит новую школу как структурное подразделение своей гимназии. В «Волжском-3» предполагается начальное звено, общее направление для средних и старших классов, а также техническая и медицинская специализации. А на президентском бульваре – гуманитарные направления. При этом Инна Исаева отметила, что принимать в новую школу будут всех детей, кто относится к ней по прописке без испытаний. В итоге представленную программу развития школы и саму кандидатуру Инны Исаевой на пост директора участники конкурсной комиссии поддержали единогласно. В Шумерле грядут выборы. На этот раз молодежного парламента. «Кто, если не мы?» Эту фразу можно считать девизом детского парламента. Ребята уже сейчас не просто хотят знать, как управлять городом и республикой, но и принимать в этом участие. «Когда я узнал, что создается этот молодежный школьный детский парламент, я захотел вступить в него. Мне это стало очень интересно. Стало интересно, смогу ли я пройти, смогу ли я доказать обществу, что именно мои идеи правильны, что именно мои задумки нужно поддерживать». На этот раз заседание детского парламента «Выездное» в Шумерлинской школе номер один собрались лидеры парламента и активисты разных учреждений. Социальная сфера и сфера ЖКХ, бюджет и законотворчество. Ребята разделились на группу по направлениям и обсуждали проблему города и пути их решений. «Мне очень приятно, что я могу поучаствовать в жизни нашего города. И очень приятно, что первое заседание «Выездное» проводится именно в нашей школе. И очень хорошо, что идет такая тенденция, что наше правительство прислушивается к словам молодежи». Ребята не только пытались решить проблемы, но и придумать новые творческие мероприятия. Так, например, на заседании решили провести конкурс видеороликов, посвященных Году добровольцев России. Начали готовить и большой флешмоб к 1 мая. «Мы думаем, что в результате таких выездов мы узнаем о том, что вообще интересует молодежь и по возможности будем помогать». В детский парламент Шумерли входит лишь 5 человек, поэтому администрация города планирует создать еще и молодежный парламент. Он будет состоять из 23 участников, а попасть в него могут активисты от 18 до 35 лет. Мы узнаем их имена уже в середине апреля. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Денис Ноздрюхин, Республика. Одно заявление и несколько видов услуг. С 30 марта в МФЦ начнут предоставлять государственные и муниципальные услуги по единому запросу. Получить паспорт, оформить материнский капитал, зарегистрировать авто. По каждому из этих запросов сейчас нужно писать отдельное заявление. А это не в полной мере соответствует принципу одного окна. В прошлом месяце правительство страны утвердило список из 30 госуслуг, которые можно получить по одному заявлению. Это нововведение ускорит процесс и улучшит качество работы МФЦ. Для применения МФЦ, вот конкретно нашим городским МФЦ, всех положений федерального закона, необходимо внести в текущем 2018 году, ну работа такая непростая, внесение в документы на всех уровнях. Это и на федеральном, на государственном, на муниципальном уровне. Надо изменить административные регламенты, соглашения взаимодействия и внести определенные поправки законодательства. Данная работа будет проводиться в течение всего 2018 года, ну и к концу года, к началу 2019 года уже в МФЦ будет действовать единое комплексное заявление. Завтра свой день рождения отмечает Росгвардия. Вне ведомственной охраны одной из самых мобильных и крупных его подразделений. Под ее контролем свыше 10 тысяч объектов. Школы, больницы, магазины, дома и офисы. На дно из учебных тренировок побывала наша съемочная группа. Чаки 22, чаки, примите сработку, сработала тревожная кнопка, хлебзавод номер 2, проходная. И вот так всю смену, 24 часа принимать звонки, мониторить работу патрулей. По легенде, нетрезвый мужчина разозлился после того, как терминал не выдал ему денег и начал бить платежный автомат руками, распугивая прохожих. Охранник нажимает тревожную кнопку. Через три минуты на месте условного происшествия наряд вне ведомственной охраны. Нарушителя задерживают до выяснения обстоятельств. Несмотря на то, что задержанное лицо подставное, ему приходится на себе почувствовать силу и решительные действия полиции. Служба вне ведомственной охране связана с постоянным риском для сотрудников, потому что реагируя на сигналы тревоги, сотрудники не знают, что их ждет по прибытии на охраняемый объект. Должны быть готовы ко всему. Одна из основных задач вне ведомственной охраны отдела Росгвардии по Чувашской республике охрана имущества граждан, объектов, квартир, иных мест хранения личного имущества граждан путем реагирования на сигналы тревога, поступающие на пульт централизованного наблюдения. В Бутни тревожная кнопка срабатывает 3-4 раза в день. В выходные и по вечерам охрану вызывают чаще. Учебные тренировки у нас проводятся ежедневно, согласно утвержденного графика. То есть наряд выезжает по учебным тренировкам экипированно, средствами индивидуальной бронезащиты и активной обороны, вооруженным табельным оружием. Сотрудники вне ведомственной охраны по учебным тренировкам и скрытным проверкам, они не уведомлены. Мы их в целях поддержания постоянной боевой готовности проводим такие учения. Наряд всегда мобильный, оперативный, готов к выездам по любым сообщениям. На счету сотрудников с начала года почти 800 задержаний. Полицейские признаются, приобретенные в тренировках навыки помогают в реальных операциях, но предугадать все невозможно. Поэтому каждый вызов особый. Рифат Фатколин, Игорь Зверев, Республика. 27 марта по всей Республике пройдет плановая проверка системы централизованного оповещения населения. Сирена и громкоговорители будут звучать в этот день дважды в 10.00 и 10.30. Тревога будет учебной. Напоминаем, сигнал «Внимание всем» является предупредительным сигналом гражданской обороны. Он подается с целью информирования населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника. Оживить нельзя забыть. Судьбу трех республиканских журналов решали на отчетном собрании писателей Чувашской Республики. Какое будущее уготовано сатирическому изданию «Капкан» журналом «Лик» и «Таван Адал» обсуждали вместе с руководителями профильных министерств, писатели, редакторы периодических изданий. «Капкан» – чувашский сатирический журнал. Не выходит в свет с прошлого года. Издание не окупается. Мининформполитики в 2016 году вложила в журнал более 1 миллиона рублей. Прибыль он принес 237 тысяч. Читатели говорят, что сатира скатилась на уровень перевода анекдотов на чувашский язык. Местный колорит пропал, а за ним и интерес. Непопулярен и журнал «Лик», размещающий на своих страницах русские произведения местных писателей. Тут возникли очень большие трудности. Издателем этих журналов, газет было Министерство печати информации. Вот писатели сегодня высказывают мнение, что пора передать Министерству культуры. Вопрос передачи журналов от Мининформполитики в Минкультуры Чувашии и стал ключевой темой отчетного собрания писателей республики. Мысль здравая, если учитывать разницу функций газет и журналов. Газеты все-таки функции выполняют сегодня как информацию. Для того, чтобы оперативно сегодняшнюю информацию от событий, да если до населения, то население обратно. А у журнала функция немножко другая. Они развивают культуру, они показывают творческую чью-то работу по отдельной теме. Вместе с Капканом и Ликом в одном ряду стоит республиканский журнал «Тван Адал». Родная Волга. Правда, его выход не приостановили. Более того, увеличивается тираж журнала. В 2018 году уже вышли три номера. На его страницах объединились писатели из трех разрозненных союзов писателей Чувашии. По своей стороне это вопрос и пожелание, я думаю, в ближайшее время рассмотрим. И хотел бы сказать, что, может быть, наверное, это будет намного интереснее. Писатели надеются, что с переходом под крыло Минкультуры публикацию журналов «Лик» и «Капкан» восстановят. Правда, источник финансирования будет по-прежнему государственный. Никто не отменял и вопрос качества литературных творений. Читать буду то, что интересно. Ирина Волкова, Олеся Русакова, Александр Петров, Борис Андреев. Республика. Первый открытый фестиваль чирлидинга и чирспорта прошел в минувшие выходные в Чебоксарах. Вид спорта под названием чирлидинга к россиянам более-менее знаком. Во всяком случае, по американским фильмам, в которых девушки с помпонами поддерживают свои спортивные команды. А вот чирспорт – явление новое. Однако уже сейчас только в чебоксарах профессионально им занимается четыре коллектива. А еще десятки команд в школах и даже детских садах на любительском уровне. Это самостоятельный танцевальный вид спорта, который включает хореографические и акробатические элементы. Из нашей республики приехало 8 районов. Канаж, Аликово, Цивилиск, Янтиково и другие. Мы очень рады, что районы нас поддерживают и помогают сопутствию развития данного вида спорта. Также нас решили поддержать в Казани и тоже участвовать в наших соревнованиях. Участники соревновались в таких номинациях, как брейк-данс, акробатический танец, акробатическое шоу и другие. Для дошколят и учеников младших классов была отдельная категория «Первые шаги». Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин